Вашингтон-Пост написала о том, что администрация США попросила Украину якобы продемонстрировать то, что она готова к переговорам и даже готова на переговоры с Путиным. Вы и правда получали какие-то подобные сигналы? Марфа, смотрите, во-первых, я немножко вернусь на тему матери и жены, скажем так, мобилизованных. Да, мне кажется, что всё-таки смелости ещё нету, да, вот смелости защищать членов своей семьи ещё нету. И всё ещё часть людей, большая часть общества российского находится в эйфории, пропагандистской эйфории. Им кажется, что это какая-то лёгкая прогулка. И вот мы до сих пор ещё видим, что большая масса пишет о том, что можно приехать, кого-то убить, расчленить и так далее. Это достаточно просто, это как квест в игре, да. То есть вот этого ощущения, массового ощущения трагизма ситуации ещё нету. Я думаю, ещё какое-то время, ещё какое-то количество смертей, я имею в виду там тысяча, две, три, пять, среди мобилизованных прежде всего. И мы получим, конечно, другую картину общественных настроений. Это очень важно. И очень хорошо, что вы делаете эти репортажи, когда показываете хотя бы единичные голоса, трезвые голоса матерей, жён и близких, родных, которых находятся сейчас на переднем крае. Это что касается этой части. Теперь, что касается переговорного процесса. Смотрите, мне кажется, что сейчас, накануне выборов, в том числе в Соединённых Штатах, очень много появляется спекулятивных статей, в которых достаточно странно прослеживается тема переговорного процесса как такового. На самом деле, вот у нас буквально на днях был здесь господин Салливан, советник по безопасности президента Соединённых Штатах. Он очень тепло относится к господину Зеленскому. У нас нет разногласий с Соединёнными Штатами. У нас нет каких-то непонятных высказываний со стороны официальных должностных лиц Украины. Мы чётко артикулируем свою позицию. Безусловно, Украина переговорного процесса как такового. Вопрос в том, что Россия не хочет переговорного процесса. Россия хочет немедленного исполнения Украиной ультимативных требований. То есть признайте факт оккупации, отдайте нам часть территорий. И, в принципе, тогда мы можем с вами выйти на временное перемирие. Украина чётко понимает, что переговорный процесс действительно возможен только при выполнении базового условия, о котором господин Зеленский постоянно говорит. Это вывод вооружённых сил Российской Федерации за пределы территорий, оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым, и, соответственно, выход на международно признанные границы Российской Федерации. То есть, таким образом, мы вернёмся в международное правовое поле. В рамках этого международного правового поля, конечно, мы сможем обсуждать те или иные вопросы, в том числе по взаимоотношениям между Россией и Украиной. До момента вывода никаких, конечно же, переговорных процессов не будет, потому что Россия, ещё раз подчёркиваю, не собирается вести переговоры. То есть, я бы здесь расставил акценты иначе. Украина готова к переговорам после того, как её территория избавится от присутствия оккупационных администраций и оккупационных войск. Россия не готова к переговорам, Россия хочет только выполнения ультимативных требований. Соответственно, наши партнёры абсолютно точно это понимают, и абсолютно точно понимают, что Украина занимает максимально прозрачную позицию и максимально точно говорит о рисках неправильного проведения переговорного процесса как такового. Я здесь подчеркну, что, смотрите, наличие временного перемирия как такового будет означать то, с чего вы начинали свой репортаж, большой репортаж и большую программу. Оно будет означать возможность для Российской Федерации провести тренировку мобилизованных, накопить ещё дополнительный ресурс мобилизованный, провести закупку тех или иных дронов и баллистических ракет у Ирана или у Северной Кореи и, соответственно, пойти в следующий этап войны с гораздо большей подготовкой. То есть, например, уже не 200 тысяч человек, не 300, там и 500, 600 тысяч и так далее. То есть вы понимаете, что Россия не хочет на сегодняшний день, пока не решит те или иные территориальные, или я бы даже шире сказал, уничтожение правительства, нынешнего правительства Украины как концепции, Россия не остановится. Поэтому переговорный процесс возможен только после того, как Украина сможет на поле боя доказать своё превосходство. Спасибо большое за чёткие ответы. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, был с нами в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok